Если заметите, что я говорю в нос, знайте, у меня аллергия. 4-10 мая. Я стала модной невестой. Не успела оправиться после вчерашней комедии, как сделалась героиней сегодняшней. Но по сравнению с тем, что было вчера, новое происшествие в тысячу раз смешнее и в тысячу раз безобразнее. Опишу всё, как было. Действие развернулось внизу, в нашей гостиной. Неожиданно появляется жена Хазы в Курбан-Эфенди. На ней роскошный чаршав, который она одевает только по случаю празднования торжеств. Шея ожерелья из золотых майонет в несколько рядов. Женщина держится так странно, глаза как будто бы заплаканы. Начинаем разговаривать. Я. Вы, очевидно, куда-нибудь приглашены? Собрались в гости? Она. Нет, сестричка, я пришла специально к вам. Я. Какая вы сегодня нарядная. Это для меня? Она. Да, сестричка, для вас. Я не могу удержаться от шутки. Очевидно, вы пришли сватать меня? В простодушных глазах соседки наивное удивление. Как вы узнали? Я растерялась. Как вы пришли меня сватать? Гостя со вздохом. Да, сестричка. За кого же? За моего мужа. Отвечает она, словно речь идет о самой обычной вещи в мире. Конечно, мне очень нравится, что эта бесхитростная женщина так умело шутит, не моргнув глазом. Я хохочу, но соседка не смеется. Наоборот, в ее глазах блестят слезы. Она. Сестричка, мой Эфенди присмотрел вас и хочет развестись со мной, чтобы жениться снова. Я его молила, просила, уговаривала. Что особенного? Возьми и туханым, только меня не бросай. Я буду готовить вам еду, прислуживать. Моя родная сестричка, пожалей меня. А уверен ли Курбан Эфенди, что бросив вас, ему удастся жениться на мне? Гостя изумленно. Ну, конечно, отвечает она простодушно. Он сказал, я готова отдать за нее ровно 50 золотых монет. Я, моя славная соседушка, не беспокойтесь, этого никогда не будет. Бедная женщина произносит молитвой в занавес. Чендер, 15 мая. Сегодня вечером после занятий Мюдре Ханым вызвала меня к себе в кабинет. Я заметила, что лицо у нее мрачное. Фериде Ханым, дочь моя, сказала она, Мне нравится ваша серьезность и усердие. Но у вас есть один недостаток. Вам кажется, что вы все еще в Стамбуле. Говорят, красота – это несчастье, дочь моя. Справедливые слова. Вы красивый, молодый, одинокий, поэтому вам следует беречь себя. Однако были случаи, когда вы вели себя весьма неосторожно. Однако не огорчайтесь, дочь моя. Я ведь не говорю это как тяжкий проступок. Просто это неосторожность. Наш городок не такой уж захолустья. Женщины здесь одеваются довольно нарядно. Я имею в виду также и наших учительниц. Но то, что для других, естественно, в вас привлекает внимание. Дело в том, дочь моя, что ваша молодость, ваша красота заставляет встречных мужчин оборачиваться. И вот по городу начали ходить сплетни. Я здесь сижу, будто ничего не ведаю, но на самом деле мне все известно. Нет ни одного мужчины в городе, начиная с офицеров в казармах и лавочников в кофейнях, кончая школьниками, старшеклассниками, который бы не знал вас и не говорил о вас. Если вы спросите, по какому праву я завела с вами об этом разговор, отвечу. На это есть две причины. Во-первых, девушка неопытная. Но славная. Мы-то разбираемся в людях, поэтому я хочу быть для вас матерью или старшей сестрой. А во-вторых, дочь моя, существует еще престиж нашей школы. Не так ли? Не глядя мне в лицо, Мюдрехан им нерешительно продолжала. Школа такое же священное место, как и мечи. Наш наипервейший долг сохранять ее от сплетен, клеветы и прочей грязи. Не так ли? Однако, к сожалению, безобразные сплетни уже распускают и в школе. Мы обратили внимание, как много отцов, братьев стало приходить под вечер к школе за своими дочерями и сестрами. Возможно, вы этого не замечаете, но мне все известно. Они приходят не столько за школьницами, сколько для того, чтобы взглянуть на вас. Как-то заплетая косы одной из наших бедных учениц, вы продели ей волосы кусочек ленты. Не знаю, кто разотрезвонил об этом по городу, но какой-то повеса лейтенант. Прямо на улице всучил девочке деньги и забрал ленту. Теперь он прикалывает ленту к мундиру и забавляет товарища, говоря, вы должны меня звать генералиссимусом. Я получил этот орден от самой Гульбешикер. А вчера привратник Мухмед Ага сообщил мне еще одну новость. Накануне ночью из кабака возвращалась компания подвыпивших мужчин. Они остановились перед дверью нашей школы, и один из них произнес речь. Я видел, как Гульбешикер коснулась рукой этого черного камня в стене. Давайте же теперь во имя Аллаха считать его священным камнем. Вот видите, дочь моя, все это очень неприятно и для вас, и для школы. Мало того, на днях в доме Абдюрахим Паши вы разговаривали с капитаном из Хамбея. Если бы вы приняли предложение супруги Паши, в этом не было бы ничего дурного. Но то обстоятельство, что вы поговорили с молодым человеком, а потом отказались от такой выгодной партии, привлекло внимание всего городка. Начались сплетни. Раз Гульбешикер отвергла из Хамбея, значит, она любит другого. Я слушала молча, не двигаясь. Вначале Абдюрахим боялась, что я начну протестовать, возражать. А сейчас ее волновало мое молчание. Наконец она спросила нерешительно. «Что вы скажете на это, Фариде Ханым?» Я тихо вздохнула и заговорила медленно и задумчиво. «Все, что вы мне сказали, правда, Абдюрахим, я и сама догадывалась обо всем. Жаль покидать этот счастливый город. Ну что поделаешь? Напишите в министерство, найдите какой-нибудь предлог и попросите перевезти меня в другое место. Но вы проявили бы большую гуманность и благородство, если бы не указали истинной причины, придумали какой-нибудь другой повод. Что я нерадива, неопытна, невежественна, своенравна. Напишите, что хотите, Медюрахим, я на вас не обижусь. Только не пишите, нам не нужны учительницы, о которой в городе ходят сплетни». Медюрахим молча раздумывала. Чтобы скрыть слезы, я отвернулась к окну и стала глядеть на горы, которые оказались легким, клубящимся туманом на фоне светло-голубого вечернего неба. Человек уж осмотрела на эти горы, и опять чудился запах чужбины. Запах чужбины. Бессмысленные слова для тех, кто не жил вдали от родных мест. В моем воображении уже вырисовалась дорога, бесконечные дороги чужих краев, которые убегают вдаль, превращаются в тоненькую, едва заметную ленту, унылую, нагоняющую тоску. Мне слышался печальный скрип крестьянских телег, грустный плач колокольчиков. «До каких пор, Господи, я буду кочевать? До каких пор? Для чего? Для какой цели?» Чандыр, 5 июня. Наверное, мои птицы прокляли меня. В эти длинные месяцы каникул я, как и они, оказалась в заключении. Мюдерай Ханым сказала, что о переводе в другое место раньше сентября нечего и думать. Пока я стараюсь, чтобы обо мне все забыли. И совсем не показываюсь на улице. Соседи перестали беспокоить меня. Возможно, их напугали сплетни, что ходят по городу. Иногда только я разговариваю со своей пожилой соседкой, которая напоминает мне мою тетку. Особенно похожи у них голоса. Когда мы с ней болтали вчера, я даже спросила. «Моя дорогая Ханым и Фэнди, не называйте меня Хаджиным. Зовите просто Фариде, если можно». Женщина немного растерялась, но просьбы моей вняла. Теперь, когда мы разговариваем с ней, я закрываю глаза, и мне кажется, что я снова в саду в Козьятаге у моей тетки. Какие глупости я пишу. Наверное, у меня сейчас начинается нервное заболевание. В моей душе поселилась какая-то неуверенность, странное беспокойство. Я, как и прежде, смеюсь. Мы также возимся с Мунисе, боремся, словно уличные мальчишки. Я по-прежнему люблю насвистывать, передразнивать птиц, но грусть моя, как и беспокойство, не проходит. Когда мы ночью на пароходе ехали в Чендыр, мне не спалось, море было темное. Какой-то пассажир на палубе напевал за унылым голосом. «Мое беспокойное сердце у тебя с тобой». Я тут же забыла эту песню. Прошли месяцы, но вот однажды, апрельским днем, когда у нас в саду стали распускаться первые цветы, я вдруг ни с того ни с сего принялась напевать эту же песню. Непонятная загадка душа человека. Каким образом я могла запомнить эту мелодию и эти слова? Ведь я слышала их всего только раз в жизни. И теперь, чем бы я ни занималась, кормлю птиц, любуюсь морем, я мурлычу себе под нос эту песню. Вчера вечером, повторяя последнюю строчку, «Мое беспокойное сердце у тебя с тобой», я вдруг расплакалась ни с тобой, ни с сего, без всякой причины. Ни в мелодии, ни в словах нет ничего грустного. Я же говорю, нервы. Больше никогда не буду петь эту песню. Чендыр, 20 июля. В школе у меня есть приятельница, звать ее на змее. Это веселая, симпатичная девушка, лет 25. Говорит, она очень приятно. Каждый вечер куда-нибудь приглашена. Наша учительница ее не особо любит. Мне приходилось о ней слышать кое-какие сплетни. По-моему, женщинам не по вкусу, что она одевается слишком нарядно, даже вызывающе. А может, ей просто завидуют? Не знаю. У на змее есть жених, армейский капитан. Кажется, очень хороший молодой человек. Но его родители не дают согласия на их брак. Поэтому молодым людям приходится пока скрывать свои отношения. Об этом приятельница рассказывала мне по секрету и просила ее не выдавать. Вчера, когда я изнывала дома от скуки, на змея заглянула ко мне. «Фериде Ханым, я пришла за вами», сказала она. «Тетя моего Феридуна...» Да, полный еще тот Феридун. «Тетя моего Феридуна сегодня пригласила меня к себе на вечеринку, которую устраивают у себя в поместье. Она не знакома с вами, но просила передать вам привет и непременно пожаловать к ней. Как можно, удивилась я, пойти в гости к чужим незнакомым людям?» Змея с грустью и укоризной посмотрела на меня. «Тетку моего жениха ты называешь чужой?» «А я так хотела познакомить тебя с моим женихом. Клянусь Аллахом, если ты не пойдешь, то и я не пойду». Я не соглашалась, придумывала всевозможные причины, но на змеи отвергла все мои доводы, которые, надо сознаться, были весьма нелепы и несерьезны. Приятельница моя, как я уже сказала, была девушка с характером и могла кого угодно обвести вокруг пальца. Она так упрашивала, так уговаривала, что я, наконец, не выдержала и согласилась. Только одно ее замечание заставило меня насторожиться. Когда я начала одевать мунисе, на змея нахмурилась и спросила, «Ты девочку хочешь взять с собой?» «Конечно». «Как я могу оставить ее дома?» «А что, разве ты возражаешь?» «Нет, не возражаю, конечно». «Но лучше...» «Но ведь ты иногда оставляешь ее одну?» «Я поэтому...» «Да, но я еще никогда не уходила на весь вечер». «Нельзя сказать, что я была такой уж непонятливой». «За два года мне пришлось увидеть и услышать очень многое. Но какую я допустила оплошность в тот день?» «Удивляюсь, как эти слова на змея не показались мне подозрительными. Возможно, скука или желание побыть на свежем воздухе сбили меня с толку. Маленький фаэтон перевез нас через реку и покатил по тропинке, скрытой деревьями». Нам встретилось стадо на водопое. Старый чабан доставал журавлем из колодца воду и наполнял ее каменная корыта, у которого толпились маленькие козлята с темненькими рожками. Мы вспомнили нашего Мазлума. Прыгнули с фаэтона, поймали одного козленка и приняли целовать его длинные ушки и крохотную мордочку, с которой капала вода. У меня мелькнула мысль, не купит ли у чабана этого козленка. Но я тут же отказалась от нее, ведь скоро опять уезжать. Мало у нас горя. К чему еще одна привязанность, еще одна боль. Через полчаса мы подъехали к старому дому, окруженному со всех сторон навесом, увитым зеленью. Вокруг, насколько хватало глаз, растирались виноградники. Место было живописное, но безлюдное. Тетка Феридунбея оказалась полной пожилой женщиной. Она мне как-то сразу не понравилась. Женщине в таком возрасте не подобает одеваться так крикливо. И волосы были ее выкрашены в рыжий цвет. Брови насурмлены, щеки ярко нарумянины. Словом, на нее было страшно смотреть. Она провела нас в комнату на втором этаже, сняла с меня чершав, затем с излишней фамильярностью поцеловала меня в щеки, словно обнюхала. И сказала, «Как я рада нашему знакомству! Золотко, дочь моя! Ах, Гюль Бешикер! Что за Гюль Бешикер? Действительно, прямо хочется попробовать!» Я ужасно сконфузилась. Однако, надо было держаться и не подавать виду. Есть безалаберные люди, которые часто не думают, что говорят. Очевидно, тетка Феридунбея была именно такой. Нас с Монисе надолго оставили одних в комнате. Солнце село, розовый вечерний свет, который пробивался сквозь густую листву навеса, постепенно угас. Я шутила с Монисе, пыталась развлечься, но в сердце заползла тайная тревога. Но я владела беспокойством. Из сада доносились мужские и женские голоса, возгласы, смех, звуки настраиваемых скрипок. Я выглянула в окно, но сквозь густую листву нельзя было ничего увидеть. Наконец, на лестнице послышались шаги. Дверь открылась, вошла хозяйка с огромной лампой в руках. Дочь моя золотка, это я нарочно оставила тебя в темноте. На закате наши сады такие чудесные, невозможно насладиться их прелестью. Руха поправила в лампе фитиль и принялась рассказывать о том, что в лунные ночи эти сады превращаются в рай. В этот момент в комнату вошла на змее. Я успела заметить за дверью двух офицеров в форме. Голова у меня была не покрыта. Я сделала шаг назад и хотела закрыть волосы руками. На змее засмеялась. Милая, какой ты стала провинциалкой. Но ты, конечно, не собираешься бежать от моего жениха. Убери руки. Стыдно, клянусь Аллахом. Приятельница была права. Причин смущаться, собственно, и не было. Офицеры, неловко ступая, вошли в комнату и на змее представила одного. Феридун Бэй, мой жених. Фериде Ханым, моя подруга. Как я счастлива, что имена двух моих дорогих людей так похожи. На эту шутку молодой офицер улыбнулся, широко растягивая рот. Помню, когда я была маленькой, бабушка покупала оригинальные спички. На коробках был изображен ярмарочный красавец с закрученными усиками, приподнятыми плечами, курчавыми волосами. А один локон опускался к самому глазу. Феридун Бэй словно сошел с этикетки этой спичечной коробки. Он взял мою руку в свою твердую ладонь, сжал ее, потряс и сказал, Ханым Эфенди, мы вам крайне благодарны и признательны. Вы счастливили нашу компанию, благодарим вас. Затем он представил мне офицера, стоящего сзади. С вашего позволения познакомлю вас с лучшим моим другом. Мой благодетель майор Бурханедин Бэй. Он майор, но не из простых майоров. Это младший отпрыск знаменитого рода Солокзаде. Младшему отпрыску знаменитого рода Солокзаде было уже за 45. Голова и усы его отливали серебром. По всему было видно, что он из знатной семьи. Одежда и манера держаться, говорить выгодно отличали его от Феридун Бэя. Это благородное лицо и седые волосы несколько рассели. Скверное впечатление, почти страх, который произвел на меня его товарищ. Я немного успокоилась. Речь Бурханедин Бэя была легкой и живой. Вежливым кивком головы он поздоровался со мной издали. Затем поклонился и сказал, «Ваш покорный слуга Бурханедин из всех своих владений мой покойный родитель больше всего любил этот виноградник». Он часто говорил, «Это счастливое место, все радостные минуты моей жизни связаны с ним». Когда я увидел, что вы соизволили пожаловать к нам, я вспомнил слова покойника и посчитал их за чудо». Очевидно, любезное обращение Бурханедина Бэя следовало считать комплиментом, «Но какое отношение он имел к этому винограднику?» Я удивленно взглянула на Назмее, думая получить разъяснение. Приятельница настойчиво избегала моих глаз. Пожилая Ханым, которую я до этой минуты считала хозяйкой виноградника, взяла Муниса за руку и вывела из комнаты. Более получаса мы болтали о разных пустяках. Точнее, болтали они. Я не в состоянии было не то, что говорить, но даже понимать, о чем идет речь. Трах железным обручем сжимал мое сердце. Затруднял дыхание, мозг как бы замер. Я ни о чем не думала, ничего не чувствовала. Ужившись, я забилась в угол, объятая инстинктивным страхом зверенышек, который подвергся нападению в своем гнезде. Внизу кто-то играл на скрипке. После этого была исполнена газель. Газель — вид восточной песни, стихотворная форма. Затем несколько песен спел хор, в котором звучали тонкие грубые голоса. На змее ее жених сидели рядышком на диване и все ближе и ближе придвигались друг к другу. В конце концов мне пришлось отвернуться от них. Какие вульгарные люди. Ни капельки не смущаясь, они обнимались, присутствуют двух посторонних, словно разыгрывали одну из тех безобразных любовных сцен, какие нам приходилось видеть в кино. Да, это были очень грубые и скверные люди. Пожилая Ханым поставила на стол несколько бутылок и поднос с едой. Бурханадин Бэй, сунув руки в карманы, расхаживал по комнате, время от времени останавливался перед столом. Вдруг он подошел ко мне, поклонился и сказал, «Не соблаговолите ли вы принять?» Ханым Эфенди. Я удивленно подняла глаза. Майор держал в руках маленький бокал, в котором поблескивал красный, как рубин напиток. Я отказалась тихим голосом. «Не хочу!» Бурханадин еще ниже склонился надо мною, его горячее дыхание коснулось моего лица. «Здесь нет ничего вредного, Ханым Эфенди. Это самый тонкий, самый невинный в мире ликер. Не так ли на змеях Ханым?» Но змея кивнула головой. «Не настаивайте, Бурханадин Бэй!» Фаридей чувствует себя как дома. «Пусть делает все, что хочет». До сего момента седые волосы Бурханадин Бэя, кроткое, благородное лицо внушали мне доверие. А сейчас я начала бояться и его. Господи, что же со мной будет? Куда я попала? И как мне спастись? Лампа постепенно угасала. Комната погружалась во тьму. Перед глазами у меня плыли огненные круги. Звуки музыки доносились как рок от далекого моря. «Золотка, дочь моя, пора ужинать. У нас за столом несколько гостей. Все ждут». Это сказала пожилая Ханым. Я как будто очнулась. «Благодарю вас. Мне не здоровится. Оставьте меня здесь». Ко мне подошла на змея. «Фаридей, милая, честное слово, там нет чужих. Несколько товарищей Фаридуна и Бурханадинбэя, их невесты и жены». «Ну да, жены, если ты не спустишься, будет очень неудобно, ведь они пришли ради тебя». Я старалась вырвать свои руки у на змея. Прижималась к спинке кресла, втягивала голову и плечи и не могла выговорить ни слова. Не стисни я, что было силы, зубы, они застучали бы от страха. Бурханадинбэй сказал, «Наш долг делать все, как прикажет гостя, как она захочет. Вы спускайтесь вниз, скажите, что нашей Фариде и Ханым слегка не здоровятся, а вы, Бенас Ханым, принесите нам ужин сюда. Считаю своим долгом не оставлять мою гостю одну». Я чуть с ума не сошла. Остаться одной в комнате на единиц Бурханадинбэя? Ужинать с ним один на один? Не понимая, что я делаю и не отдавая отчета в своих поступках, я вскочила с кресла и воскликнула, «Хорошо, пусть будет по-вашему, пойдемте вниз». На змея с женихом шли под руку впереди. Бурханадинбэй следовал за мной. Мы миновали темный каменный дворик, открылась дверь, яркий свет ослепил меня. Пошатываясь, я сделала несколько шагов по комнате, пены сверкали зеркалами, отчего гостиная оказалась бесконечно длинной. Люстры, свисающие с потолка, отражались в них, словно факелы, бегущая по темной дороге. Что со мной? Словно во сне я видела множество глаз, неясные лица мужчин, женщин. Потом вдруг раздались оглушительные аплодисменты, людские голоса перекрывали оркестр, становились все громче и громче, сливались в один гул, напоминание завывания ветра в горах. До меня донеслись выкрики. Да здравствует Бурханадинбэй, да здравствует Гюльбешекер, да здравствует Гюльбешекер, Гюльбешекер, открыв глаза, и... А что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Пока!